Всем привет! Сегодня мы поговорим, ну опять продолжаем разговор про CSS Grid, но сегодня мы попробуем применить те знания, которые получили на предыдущих уроках и понять, как же все-таки размещаются элементы в гриде. Сегодня мы сделаем такой вот очень простенький пример. Нам необходимо будет сделать как бы макет веб-страницы, то есть шаблон ее, у которого будет два сайдбара, посерединке будет контент какой-то и внизу будет футер. Как это все работает? Давайте как бы работать с этим. Итак, что нам необходимо сделать первое? Первое нам необходимо указать, как же у нас будет размещаться наш грид. То есть у него будет три колонки. Для этого мы ему задаем grid template columns. Мы ему указываем, что первая колонка у нас будет иметь размер одну фракцию. Вторая колонка, та, которая будет с контентом, будет четко иметь размеры 500 пикселов. И последняя колонка тоже будет иметь размер одну фракцию, ну фракшн, один фракшн, одну долю. Вот как он у нас поменялся. У меня тут уже включен отображение моего грида. Вот он как бы уже разбил три колонки. Следующий элемент, который у меня как бы есть, он перешел на новую колонку, новую строку. Теперь мы должны указать количество строк. То есть grid template rows я указываю следующим образом. Я говорю, что у меня будет три строки, каждая по 150 пикселов. Так, после того, как я это сделал, что я наблюдаю? У меня есть мой контент, который, конечно же, вылазит. И что у меня есть? У меня есть три колонки, три строки. Следующий мой шаг, это необходимо воспользоваться свойством грида, который называется grid template areas. Для того, чтобы разместить эти все элементы, которые у меня здесь показаны. Отдельно блок с сайтбаром, с контентом, с сайтбаром вторым и с футером. Как я буду с этим всем работать? Итак, что мне необходимо? Необходима следующая вещь. Я пишу grid template areas. И это очень интересное свойство, как его задавать. Сейчас покажу. Смотрите, через кавычки я указываю, что в первой строчке у меня будут следующие элементы, которым я буду давать название. Это будет сайтбар 1. Потом у меня будет контент. И сайтбар 2. Я продублирую эту строчку. И скажу, что вторая строчка будет точно так же выглядеть. Третья строчка у меня будет представлять один сплошной футер. Поэтому я пишу таким образом. Футер, футер и футер. Сохраняю. Как поменялся внешний мид моего гряда? Если я посмотрю сюда. Теперь вот эти области. То есть, сами мои блоки пока еще не поменялись. Но, сама конструкция моего гряда немного изменилась. Она стала, если вы заметили, явно задана. Вот такими линиями. И здесь появились области. Стали называться сайтбар 1, сайтбар 1, контент, контент, футер. Так как я их задал здесь. Если же я, например, хочу, чтобы какой-то, например, элемент где-то не присутствовал. Я просто вместо него ставлю точку. Вот. К примеру, убираю футер. И здесь вот уже нейминг пропал. Давайте посмотрим, как это дальше работает. Чтобы разместить все мои элементы по вот этим вот областям, которые я здесь назвал, мне необходим уже доступ к каждому из этих элементов. Как я работаю? В данном случае, начнем с футера. Он так более наглядный. Я пишу класс футер. Вот это тут. И чтобы он разместился у меня именно здесь, я ему пишу такое свойство gridArea. И говорю, что присваиваю ему это значение футер. Как только я это сделал, вот мой футер разместился на все три колонки. Вот как раз то, о чем я говорил. Если я хочу, чтобы он не присутствовал на какой-то колонке, я там просто ставлю точку. Вот так. Если, например, я хочу, чтобы он у меня был только вот тут вот, я ставлю две точки, и он только вот в этой области. Или если я хочу, чтобы он был у меня четко посерединке, я ставлю футер тут прописан, и тут две точки. Сейчас в макете у нас футер и футер. Так, вот такой вот макет. Причем количество вот этих пробелов, оно без разницы. Можете тут больше поставить. Но опять же, все зависит от того, как вы это создаете. Лучше, конечно, вот так делать, чтобы видно было, как оно у вас работает. Теперь, следующие элементы. Следующий элемент у нас будет item1. Класс item1 соответствует сайтбар 1. Поэтому я пишу item1. Это у меня будет критерия. Сайтбар 1. Сохраняю. Вот, смотрите, все, теперь это сайтбар 1. Следующее, что мне необходимо, я это выделяю, копирую. И делаю для второго item1. Теперь это будет сайтбар 2. Сохраняю. И следующее, что мне необходимо сделать, это тоже все самое для... Ой, я прошу прощения. Item3. А item2 это у меня будет контент. Ну, хотя, так можно сделать. Это будет item2. А это будет item3. Надо было немножко по-другому назвать. Все, вот так. Вот, смотрите, вот мой нейминг. Он соответствует через критерия, указан здесь. То есть сайтбар 1, контент, сайтбар 2 и футер. Естественно, когда я работаю, у меня достигают определенных каких-то значений, то мне надо менять мой шаблон, если я хочу работать с... Ну, с инструментами, ну не с инструментами, а если у меня размер моего экрана уменьшается, мне немножко надо перерисовать мою карту. перерисовать мой грид. Как я это буду делать? Ну, например, я хочу разместить другое немножко поведение для своего грида, который... Ну, для своего веб-странички, если размер экрана будет меньше там, ну, меньше там, например, чем 700 пикселов. Я пишу через медиазаброс. Например, там 700 пикселов. И я хочу сделать следующую вещь. Я хочу, чтобы мой контейнер имел немного другую вот эту вот область. Grid Template Areas. То есть он размещался немного по другой части. Я копирую только вот эту вещь. Переставляю сюда. И хочу сделать так, чтобы у меня теперь, когда... Если размер экрана меньше 700 пикселов, то чтобы вместо вот этой части у меня был контент. То есть, чтобы он больше так вот в ширину размещался, сайт бар 1 имел бы вот такие размеры. То есть он был на две колонки. Сайт бар 2 оставался такой же. А футер как бы оставался одной колонкой. Причем, обратите внимание, вот эти вот именно уже именные нейминги, критерии, я не меняю. Я просто меняю вот это поведение. Что у меня происходит с моим сайтом? Когда я уменьшаю размер, у меня происходит... Вот, смотрите. Уменьшение. Так, надо чуть-чуть меньше сделать текста. Так, отлично. У меня происходит изменение моего гряда. Все. Теперь, кто зашел с мобильного телефона, может его видеть в таком виде. Тот, кто зашел с десктопа, может видеть его в таком виде. Вот в данном случае это такой вот очень простенький пример. с применением свойств grid-template-areas, grid-area и изменением внешнего вида моей странички, если я захожу в другого устройства. Спасибо за внимание. Продолжение дальше следует.